Самое высокое здание Петроградской страны, дом Берштейна, которому уже 100 лет, возможно, обретет скоро мансарду. Инвестор под благовидным предлогом решил восстановить сгоревшую башню, но затем, медленно, но верно, перешел на крышу. Разобрав кровлю, пытается настроить еще один этаж. С собственниками жилья, естественно, никто не разговаривал, и мансардные воины, о которых было уже забыли петербуржцы, набирают новый оборот. И башня уже не та, что была раньше, и крыша потеряла прежний вид. За какую-то неделю появились кронштейны под строительные леса. Рабочий хозяйщик на крышах заводит материал. Инвестор решил новому этажу быть. Мы видели единственный документ, который есть, разрешение ГИОПа, который был выдан по документам, проектным документам, со совершенно другой организацией, нежели та, которая сейчас здесь осуществляет строительство, новое юридическое лицо. Нет, безусловно, решения общего собрания жильцов дома, хотя судом Петроградским два года назад это было признано обязательным. То есть больше нет ничего. Есть одна бумажка. Уже пять лет инвесторы с маниакальным упорством пытаются надстроить над домом, представляющим культурную и историческую ценность мансарду. Жители просто так свою крышу отдавать не хотели. Подавали в суды. ГИОП, который создан для того, чтобы защищать архитектурное и культурное наследие нашего города, ведет себя достаточно странно, выдавая разрешение на строительство при наличии решения суда, которое это строительство запретил. Нам это до сих пор непонятно. Как это могло получиться? И, конечно, хорошо бы это выяснить. Чтобы жители не мешали работам, инвестор поставил глухую решетку. На кровлю, где вовсю уйдут работы, просто так не попасть ни жителям, ни пожарным. Далее установлена железная дверь, которая постоянно закрыта, за которой сидит охранник. Для того, чтобы просто попасть в общую собственный жильцов, нам пришлось, как вы видите, выпиливать вот такое вот отверстие самим пилой. Надеюсь, что не придется пожарной службе. Откройте милицию! Ни хитрость, ни уловки на охранника, который прописался на крыше, не действуют. Жители до сих пор не понимают, как разрешили настраивать этаж на историческом здании. Мы не опускаем руки, мы будем до конца идти жаловаться вышестоящие органы. У нас есть определенные обещания, правда, пока поддержки со стороны городской администрации, со стороны Смольного законодательного собрания. Я очень надеюсь, что эта реакция не опоздает, по крайней мере, до того момента, пока эти чердачные помещения еще сохраняют статус чердачных помещений. Напомним, мансардные скандалы сотрясает Петербург уже 10 лет. Только в этом году за самовольные надстройки над домами по Галерной и Миллионной улицам возбуждены уголовные дела. Сергей Семенов, Кирилл Легоньков, Кирилл Краснов. Новости 24. Петербург.